Судьба Безымянного Принца Субтитры создавал DimaTorzok За тысячи лет идет противостояние между богом света Армуздом и его темным братом Ахриманом. Здесь наш герой знакомится с Эликой, местной принцессой, и теперь перед ним стоит задача спасти королевство, а заодно и все сущее от происков злого божества. Старо как мир, не правда ли? Однако история, на первый взгляд простая и незатейливая, постепенно обрастает многочисленными деталями, чтобы впоследствии расцвести во всей красе. Да и принцесса здесь далека от той, что покорно ждет своего принца у окна высокой башни. Как и раньше, игровой процесс «Принцов Персия» представлен смесью акробатических трюков, рукопашных поединков и несложных головоломок, основанных на взаимодействии с окружением. Акцент сместился в сторону акробатики, так что если тебя не устраивало количество прыжков в прошлой трилогии, то здесь их тебе должно хватить с лихвой. К тому же, выполнение самих трюков стало значительно проще, чем раньше, и теперь даже в самые ответственные моменты тебе не придется хвататься за голову, лихорадочно соображая, как же успеть преодолеть очередную систему ловушек. Боев в игре стало не просто меньше, они теперь носят исключительно персональный характер. Все сражения проходят один на один, если не считать принцессу, неотступно следующую за главным героем. Как только принц оказывается рядом с противником, камера меняет угол обзора, и происходящее становится похожим на упрощенный файтинг. Ты волен совершать уклонения, проводить комбинации из ударов мечом и магических атак, выполнять которые помогает все та же принцесса. Также герой может делать захваты и парировать атаки противника. В принцов Персия нельзя умереть. Стоит только персонажу промахнуться мимо очередной перекладины или получить смертельную рану в бою, как его спасает Элика. На самом деле, если приглядеться, здесь нет ничего необычного. Перед нами, по сути, умело замаскированная система раскиданных близко друг к другу чекпоинтов. Сорвался в пропасть, и тебя переносят на ближайшую платформу. Сумел снять не другую половину линейки здоровья, но сам при этом пал от его меча? Ничего страшного, тебя вернут к жизни, но и противнику сил прибавят. Помимо всего прочего, игра бесподобна в визуальном плане. Царящее вокруг буйство красок напоминает холст, расписанный акварелью. Особенно хорошо удались сцены исцеления зараженных тьмой земель. Словами это описать трудно, проще увидеть самому. Серые и мрачные пустоши вдруг покрываются свежей зеленью. Пересохшие русла рек вновь наполняются водой, а из-за туч выглядывает солнце. Оркестровая музыка в роли сопровождения придает картинке еще больше очарования. Наверное, единственными спорными моментами «Принцов Персия» стоит признать нелинейность и собирательство. Эти две вещи могут серьезно испортить удовольствие от игры, хотя недостатком назвать их трудно. Все зависит от личных предпочтений играющего. В целом же перед нами проект, уверенно держащий планку качества предыдущих трех частей сериала и ориентированный больше на казуальную часть аудитории, нежели на хардкорную. «Новый принц» отлично подходит для хорошего отдыха. Что же до нас, то мы уже ждем продолжения.